Сегодня мы пройдем тему сахарный диабет и питание при сахарном диабете. Питание, физическая нагрузка, дозировка инсулина. В этой школе занятия не прогуливают, каждую тему ученики изучают внимательно. Причина – серьезное заболевание маленьких пациентов, сахарный диабет. А значит, любые знания о гипо- и гипергликемии – это шанс на улучшение жизни не только ребятишек, но и их родителей. Родитель и ребенок, они должны быть в партнерских отношениях. Ребенок не должен бояться какой-то гнева родителей по поводу того, что он чего-то там переел. Наоборот, ребенок, на мой взгляд, самое эффективное – это когда ребенок с родителем вместе обсуждают, какую дозу им сейчас поставить, как им правильно посчитать в данном конкретном случае количество хлебных единиц. Программа в школе диабета – 10 занятий по одному часу. За такой курс родители и дети узнают, как не бояться недуга, контролировать уровень сахара и что делать в экстренных случаях. После лекций врачи-учителя проводят небольшой экзамен. А проверка же при сучке? Ну, когда выбираем инсулинчик, мы должны нажать, чтобы хорошо было видно, что через иголку проходит инсулин, капелька инсулина. И тогда только делаем инъекцию. Обучаться в школе могут только пациенты центра. Однако врачи задумываются и о других формах занятий, чтобы как можно больше семей научились жить с этим диагнозом. На сегодняшний день активно занимаются созданием видеокурса. Через 15 минут померить сахар, если он опять низкий, еще примете. Взрослые ученики отмечают – школа сильно помогла принять болезнь и облегчить жизнь как себе, так и детям. Когда мы такую болезнь принимаем, у нас очень большой стресс. И впоследствии нам надо сосредоточиться, потому что нам с этим жить. И когда нас приглашают в школу диабета, мы, конечно, прошли недельный курс. Нам все подробно рассказали, что это за болезнь, из-за чего она возникает. И полностью про питание, дозировочки, как делать правильно инъекцию деткам. Несмотря на то, что в классе всегда многолюдно, привлечь к учебе подростков получается не всегда. Им надоедает болеть этой болезнью. Это болезнь хроническая, неизлечимая, длительная, на всю жизнь. И очень часто у них бывают периоды отрицания этого заболевания. Я не хочу больше колоть инсулин, я хочу есть, как я хочу. Вот, наверное, большая наша роль в этом – смотивировать его и опять восстановить его в этом желании бороться за свое здоровье. А это каждый день борьба. Врачи признают, школа – это только начало большого пути к нормальному качеству жизни пациента. А лекции – это скорее стимул к более близкому знакомству с диабетом. Ведь только ответственность и серьезный подход к изучению болезни позволят научиться жить с ней в согласии. София Яценко, Вадим Быстревский. День с толком.